Всем приветики, друзья! Добро пожаловать в наш новый влог! Хочется сказать, что влог, но это не совсем влог, это разговорное видео, по названию которого вы поняли, о чем сегодня будет идти речь. Господи! Это, наверное, самое эмоционально затратное видео за всю историю моего влогового канала, которое вот, наконец-то, я осмелилась сесть и снять. Короче, я беременна. Как-то я это сказала? Да, ребят, я беременна. Всё, я это сказала, надо ещё третий раз, может, повторить. Да, это видео не кликбейт, это не какой-то там хайп или попытки привлечь к себе внимание. Это действительно так. В общем, да, мы с Валерой ждём малыша. Я говорю, и мне прям очень как-то нервно, в общем, ребят, очень-очень нервно, для того, чтобы в этом видео поделиться с вами этой новостью и немножечко рассказать, что, как, какие-то свои эмоции, ответить даже заранее, наверное, на какие-то вопросы. Я написала себе небольшой список пунктов. Здесь совсем немножечко. Постараюсь не затягивать и рассказать об этом событии, вам немножечко поподробнее, впустить вас, скажем так, в историю. Наверное, некоторые сейчас как-то в шоке, мол, что? Кто-то скажет, да, давно пора, кто-то пройдёт мимо и так далее. Ну, то есть, естественно, реакции у всех разные, но я больше чем уверена, что большая часть аудитории за нас рада. Вот, будет очень, да, интересно почитать ваши комментарии под этим роликом, хотя одновременно это будет делать и нервно. Ладно, я пойду по пунктикам. Когда я узнала, что я беременна, это было в феврале, не помню точно, какого числа, у меня, на самом деле, в личном дневнике написано, какого числа, но около 9, 10, 11, вот, ну, где-то вот в эти числа, в общем, в первой половине февраля. Да, в это время я находилась в Таиланде, вы помните, я выпускала влоги из Таиланда, их выходило несколько, и вот один влог был, где мы гуляли с Валерой по старому городу в Бангкоке, и ходили там еще в какой-то торговый центр, где всякие аниме-фигурки, вот это вот. Вечером мы, когда приехали в Кондо, у меня было какое-то вот, ну, не знаю, знаете, такое бывает предчувствие, вот какое-то вот чувство, вот сидит оно внутри, сидит. Ну, плюс, ну, нужно отметить, что у меня не начинались критические дни, критические дни, месячные, кто как называет. Да, была такая небольшая задержка, но, в принципе, мне не вызывало это какой-то тревоги, но я подумала, может быть, сделать тест на всякий случай. Мы с Валерой зашли в 7-11 рядом с нашим Кондо, взяли самый дешевый тест. Я, в общем, пошла в ванну, его сделала, и, ну, там было две полоски. Я вышла, помню, к Валерии, сказала ему об этом. Конечно же, он меня там сразу обнял, такие эмоции были очень... Знаете, как в тумане такое, короче, все было, но мы решили сразу сделать второй тест, точнее, я решила, я говорю, давай на всякий случай еще сделаю один. Валера снова сходил в 7-11, принес еще один тест, его сделал тоже, и он тоже показал то же самое. Вот, так я узнала эту новость. Еще очень забавный факт в тот день, когда я еще не узнала, что я беременна, но я уже была беременна, когда мы как раз-таки гуляли по Бангкоку, мы сделали с Валерой селфи в зеркало где-то в каких-то дворах, прямо на улице. У меня была футболка с портретом Шелдона из Теории Большого Взрыва. И я выложила эту фотку, кажется, в Телеграм и подписала, то ли гуляем втроем, то ли, а вот и мы трое, имея в виду Шелдона на футболке. То есть я, Валера, Шелдон, но кто знал, кто знал, что с нами не только Шелдон. Я помню, мне Ира Дрим тогда написала вечером этого дня, когда я как раз-таки уже узнала, что я беременна, мне Ира написала. Ой, на эту фотографию. Наташа, ты беременна? Я такая, что? Что? Говорю, нет, я же про футболку. Она такая, блин, я-то подумала там. Ну то есть, представляете, да, у Иры произошла как будто какой-то коннект, какая-то чуйка. Она это спросила, подумав, в каком ключе я говорю, а мне казалось, что это максимально понятно, что я имею в виду Шелдона, потому что там такое большое лицо на футболке. Ну ладно, короче, это очень было забавно. Срок беременности у меня на данный момент 20 недель и 3 дня. Представляете, сколько я крепилась, крепилась и не говорила вам. На самом деле я не крепилась, я просто ждала, когда у меня будет второй скрининг, который, кстати, был вчера, чтобы мне подтвердили, что все хорошо. Радуйтесь, ждите, предвкушайте там и все такое. Вот, вчера он у меня был, и я решила, что после него я расскажу вам. Второй скрининг, это, кстати, середина беременности, представляете? Представляете, сколько времени я вам не говорила. Значит, как произошло у нас вообще все это? Ну, мы с Валерой предпочитаем думать, ну, точнее, это до 99% так и есть, что это случилось в нашей поездке на Самуи. Это звучит, знаете, так как-то романтично и красиво, и это не какая-то сказка, это действительно, по сути, так и есть. То есть, не где-то там просто дома как-то обычненько после рабочего дня поевшие какой-нибудь там жареной картошки. Я ничего против не имею, вот это бытовое, это все равно тоже очень все мило, но согласитесь, это как-то вот красивее, что ли, на Самуи. В общем, да, вот так вот, что у меня идет дальше по пунктикам. Ну, про реакцию я рассказала, у меня, конечно, была она такая смешанная, когда этот тест второй тоже подтвердился. Я одновременно радость и какой-то сразу охватывает страх, какое-то переживание, еще непонятно даже за что. Вот просто даже не переживание, наверное, какой-то трепет такой из разряда, знаете, чуть ли не куда бежать, что делать. Как я скажу родителям? Как я скажу родителям? Как будто я какая-то маленькая, да, как я им скажу? Ну, действительно, кстати, да, переживания, как подать это родителям, у меня были, потому что мне пришлось это делать по телефону, потому что я вернулась в Россию тут только в начале апреля, то есть весь мой первый триместр беременности прошел в Таиланде. Об этом чуть-чуть попозже, и еще поподробнее расскажу о влогах. Вот как раз-таки про реакцию родителей. Ну, я позвонила папе, а маме, наверное, я рассказала после папы спустя неделю-полторы. Потому что у меня мама такая более эмоциональная. Ну, я не буду углубляться, но, в общем, было очень нервно, да, маме сказать. Папе я быстрее созналась. Созналась, призналась в этом преступлении. В общем, да, это было по телефону, естественно, по громкой связи, мы там разговаривали с папой. Валера даже, кстати, сняла этот момент на телефон, но я не знаю, буду ли я сейчас какой-то кусочек сюда вставлять. Я подумаю, может быть, несколько секунд вставлю, на самом деле там видео аж на 7 минут. Естественно, это я не буду так вот. Просто для себя это останется. Конечно же, все рады, пожелали нам удачи. Ну, вы поняли, ребят. Короче, родители отреагировали так, как, в принципе, родители и могли, и должны отреагировать, да. Дальше. Так как мы были в другой стране, и вот это новость, да. Ты находишься в чужой стране, где ты, по сути, турист. Ну, ладно, у Валеры виза все-таки учащегося, а я как турист. Но нужно же было как-то хотя бы чуть-чуть проверить, все ли идет нормально. Сходить к какому-то врачу, чтобы подтвердили, что все хорошо. Может быть, дали какие-то рекомендации. Мы с Валерой, значит, примерно через недели-полторы, как я это все узнала, мы поехали в Бангкок хоспитал. Это такая большая-большая больница, очень красивая. Записались к гинекологу туда. И, в общем-то, да, мне там сделали первое УЗИ. УЗИ показало, по-моему, 5,5 недель беременности. Это был такой интересный вообще опыт, экспириенс похода в эту больницу. Потому что, ну, она, знаете, была как из сериалов, из каких-то такая очень красивая, ухоженная, огромная, там столько людей. Конечно же, это все было платно. Я сейчас приложу несколько кусочков с Валериного телефона, которые мы сняли по поводу посещения как раз этого госпиталя. Ну что, можно нас поздравлять? Ну, за это я не знаю. В общем, все, УЗИ показало, что внутри Наташа развивается кое-что. Так в смысле? Это вообще очень волнительно было. И ребенок, вот такая вот штука, 2 миллиметра размером. Нам дали все снимки. Тут ничего, правда, непонятно. Ну вот, он вот, тут всякие замеры. Короче, самое главное, что 2 миллиметра он пока что. Сейчас нам надо оплатить счеты, и, в принципе, все, свободно. Сейчас будет для нас сюрприз, сколько с нас возьмут. Да, это да. Потому что здесь, ну, не дешево. Ну, в принципе, есть недешевая такая медицина. Так видно, как куда они деньги убучивают, потому что, в принципе, здесь. Ну, следующий прием у Наташи уже, наверное, будет в России. Да, уже в Владимир. Пойду, запишусь к врачам там. Ну вот. Так что, все, я вроде маленько успокоилась, чтобы мне сейчас не рыпаться, больше не бегать. Блин, так хотел процесс УЗИ снять. Это вообще, это прям, это какие-то, не знаю, непонятные такие новые ощущения. Так у меня ощущения-то, а не у тебя. Но не разрешили, сказали, нельзя там снимать. Мне же УЗИ-то делали, а не тебе. Все равно я сидел, и вот, когда видишь вот это вот на мониторе, то, что он там высматривает. Да. Еще какая музыка-то успокаивающая. Это целая... Вы не волнуйтесь, просто заплатите. Просто на оплату, да. Люди сидят. Короче, да, вот такая вот здесь обстановочка. Нам дали номерок. Я думал, это просто музыка. А это живая музыка. В больнице живая музыка. Это как так вообще? Больница. Просто чувак играет на пианике, ой, на рояле и женщина на флейте. Я такой впервые. Я, конечно, особо не была в больнице других стран, а обходилась как-то. Ну все, делишки сделаны. Короче, общий счет вышел 5500 бат. В принципе, я думал, будет дороже. Так что это плюс-минус нормальная цена. Это... Ну, конечно, у нас дешевле было бы в любом случае. Ну, это в районе... Ну, это в районе... ...двенадцати тысяч рублей. Ну да, сейчас 12-13 вот так вот с этим курсом. Ну, в принципе, терпимо. Нормально. Зато теперь мы спокойны. Мы знаем, что все ок. Живем, ждем. Примерная дата родов. ПДР. Так сокращенно это, кажется, называли. Мне поставили дату 14 октября 23-го года. Октябрь. Обожаю просто этот месяц. То есть октябрьский будет. Я очень люблю октябрь. Да, слушай, нормально, вообще подгадали. Как раз плюс-минус в Хэллоуин почти. Прикинь, если чуть-чуть задержишься рода, он прям 31-го появится. Обожаю осень. В октябре это успех. И подтвердили мне это вчера тоже на скрининге. Женщина, да, врач подтвердила, что 14 октября. Значит, вот дальше. Но тут пара пунктов вычеркнула, потому что про них я уже буду во влогах рассказывать. Они такие уже более углубленные, скажем, да. Первый триместр, да, он у меня прошел в Таиланде. Как я себя вообще чувствовала? Как я его воспринимала? Как он у меня происходил? Что хочу сказать? У меня был очень сильный токсикоз. Наверное, почти что весь первый семестр. Весь. Это вообще на самом деле нормально. На второй триместр редко идет эта тошнота. И вот это вот мерзкое состояние. Я читала это в книгах, там, в статьях. Да, кстати, читаю одну книжку. Ну, поделюсь с вами тоже во влогах уже там. И еще одна книга, кстати, мне в пути. Да, меня очень сильно тошнило. Вот прям с утра я просыпалась. И такая тошнота. Но при этом ни разу не рвало. Вот именно было ощущение такой мерзкой тошноты. И при этом еще постоянная была слабость. Это тоже, кстати, характерно для первого триместра. Потому что во втором триместре такие поживее уже становятся. Девушки тоже я это прочитала. А в первом, ой, знаете, все, что мне хотелось, это лежать и спать. И все. Мне в этом Бангкок-госпитале выписали таблетки от тошноты. Мне там дали, короче, витаминки. И дали какие-то таблеточки от тошноты. Которые я пила вот по мере тошнотности своей. Ну, короче, почти каждый день мне приходилось по одной этой таблетке пить. Плюс, значит, сонливость. Да, была очень сильная сонливость. Я сначала как-то сама на себя злилась за это, ругала себя. Что, блин, вот что я такая сонная, сил у меня нет. Сила только на то, чтобы лечь и лежать. Вот. Ну, то есть я прям ругала себя. Потом в какой-то момент я это перестала делать. Потому что я поняла. Ну, это вот с чем связано. Вот это с чем связано. Как бы причина сейчас очень ясная, почему я так себя чувствую. И не стоит себя ругать. И да, в Таиланде же очень жарко. Вот. Это просто капец. Выходя на улицу, меня начинало тошнить еще сильнее. Потому что ударяла в голову эта жара. Беременность в таких жарких странах не мое. Я поняла это. Не мое. Засуньте меня куда-нибудь в Исландию. Там, может быть, я даже в первый триместр буду приплясывать. Я, конечно, утрирую, но я так думаю, действительно, жара для меня это прям что-то губительное. А еще плюсы в беременности. Плюс еще и первый триместр, который самый тяжелый вот во многих аспектах. У меня вообще почти не было аппетита весь первый триместр. Я ничего не хотела есть. Ничего. Мы садились в Валерию завтракать. Я могла вот чуть-чуть поесть салатика и бананчик съесть. Еле-еле бывало, засовывала себе йогурт. И все. Но я понимала, что есть надо. Я себя прям, ну, заставляла. Не знаю, это плюс или минус. Ну, вот такой факт. На кого-то, может быть, нападает жор. Вот на втором триместре уже жор у меня. А на первом я вообще кушать не хотела. Прям было противно. Даже на еду на многую смотреть. Я, кстати, да, разлюбила яйца вареные, которые я обожала. Я просто фу, я не могу. Они для меня воняют. Они невкусные. Они мерзкие. Я как вернулась из Таиланда, я не съела ни одного яйца. Я сделала попытку. В самом начале, когда я только переехала домой, я купила упаковку яиц. Думаю, буду варить себе яички с утра. Думаю, может быть, сейчас все-таки нормально все будет. Я как купила эту пачку, она так в холодильнике лежит. Ее уже пора выкинуть, она уже вся старая. Перепады настроения. Ну, это, в принципе, у меня было и без беременности, естественно. Потому что у меня бывают какие-то депрессивные, там вот такие эпизоды. Тревожные эпизоды. Но тут я прям почувствовала, что дело еще и в ней. Да, очень сильные перепады такие были. Бывало, могла лежать, поплакать. Потом уснуть. Потом встать нормальная. Потом опять поплакать. Ну, короче, такая была фигня, ребят. Так что, вот, это как прошел мой триместр. Судя по моему описанию, не очень как будто бы, да, он прошел. Тошнота, слабость, сонливость. Но я просто поделилась вот своим опытом, действительно, как это было. Но я не говорю, что у меня все было плохо. И я там о чем-то жалела ни в коем случае. Нет. Все равно у меня такое рождалось. Зарождалось все сильнее и сильнее во мне. Вот какое-то предвкушение такое. Несмотря на мое самочувствие, естественно. Так, ну еще что вам рассказать? Да, вот такие интересные факты, кстати. Кстати, интересный факт. То, что наш малыш был с нами в путешествии. Да. Он летал во Вьетнам, вы понимаете? Вы понимаете? Он еще даже, его даже еще нет. Вот здесь вот. Вот тут вот его еще нет. А он уже во Вьетнаме побывал. Это еще мало. Он был на концерте Гарри Стайл. Сидит там такой, а сам на концерте. Ну мне бы такую жизнь, конечно. Да, когда мы ходили на концерт Гарри Стайл, я не помню, какая у меня была там неделя беременности. У меня еще животик там не вырисовывался, ничего. Это сейчас у меня уже начинает вырисовываться, кстати, да. И вот я еще в обтягивающем платьишке смогла сходить на концерт. Валер, конечно, меня переживал, что толпа людей, и мы в этой толпе, и что душно, да, что это стадион большой. Валера все подавал мне водички весь концерт, постоянно спрашивая, как я себя чувствую. Махал там на меня этим веером с изображением Гарри Стайл. Ну, короче, вот. Вот так вот. Вот так. На концерт Гарри Стайл за с нами сходил. Значит, пол мы еще не знаем, но его знает врач, у которого я стою на учете. Но она мне не говорит, потому что я попросила мне не говорить. Я хочу дождаться с Валерой, и мы устроим такую сюрприз-вечерок. Сюрприз-вечерок, назовем это так, когда узнаем, кто у нас будет. Но скажу вам сразу, 90% людей, которым мы сказали о нашей новости, думают, что это мальчик. Только два человека мне поставили на девочку. Поставили, можно сказать, на девочку. Только два. Все остальные думают, что у нас паренек. Вот так вот. Но мы узнаем совсем скоро, кто. Я уже имена, в принципе, и мужские подобрала, и женские, какие мне нравятся. Так или иначе, не пропадем. Подготовились. И список имен есть. А что я еще занесла, чтобы сказать вам в этом видео? Да, много, думаю, сейчас будет вопросов, что когда там приедет Валера, в связи с этой новостью так особенно. И я полностью могу вас понять. Ваш интерес тоже могу понять. Потому что я такое рассказала, а Валеры нет, да? Валера приедет скоро. Вот совсем-совсем скоро. Вот скоро у нас начнутся совместные влоги. Так что, да, не переживайте. Валера потихонечку собирается. Все подготавливает. Он, кстати, совершил несколько покупок даже для нашего будущего малыша уже в Таиланде. Я вам обязательно покажу во влогах, что это. Но это очень милашные, конечно, такие вещички. В общем, да, все вам покажу, расскажу. И что еще? Ну, собственно, все я вам по пунктикам рассказала. Самое основное это было просто сказать вам, да, вот о такой нашей новости. Очень классный, очень радостный. Фух, можно выдохнуть, я все рассказала. Ну, конечно, я буду выпускать, да, влоги, затрагивая эту тему. В любом случае, как мы будем готовиться к появлению малыша. Что мы будем покупать ближе и ближе, да, к его появлению. Что будет, может быть, меняться у нас в доме. В плане обстановки, в плане там мебели, в плане еще каких-то обновок. Потому что, да, как минимум кроватка нужна будет, столик пеленальный нужен будет. Мы еще не решили, где мы как это все поставим. Но не переживайте, все поставим, все будет окей. Вот, всякие, да, покупочки, обновочки. В любом случае буду делиться своим самочувствием, своим состоянием, своими какими-то мыслями. Также у меня есть идея снять влог про мой второй триместр, который, вот, кстати, уже совсем скоро закончится. На какой неделе он, кстати, заканчивается? У меня скоро третий триместр не за горами начнется, представляете? Буду показывать, как меняется мое тело, может быть, периодически. Насколько у меня растет пузико. И все в таком духе. В общем, да, чем захочу поделиться, тем обязательно поделюсь. Но если вы хотите как можно быстрее узнавать какие-то новости, и об этом, и не об этом в том числе, просто о нашей жизни, о моей жизни, о моей новой роли, подписывайтесь, конечно, на телеграм-канал. Там я тоже буду что-то публиковать, буду рассказывать вам. Задавайте какие-то свои вопросы в комментарии, если они у вас есть. И по мере выпуска влогов я буду затрагивать некоторые из них, буду отвечать, рассказывать вам что-то. И, конечно же, да, делиться своим опытом, своим новым мироощущением. Ох, было тяжело начать именно снимать это видео. Но потом пошло-поехало, вроде прям. Буду с вами прощаться, и увидимся уже во влогах, в которых теперь появляется новая тема. И все, желаю вам всем хорошего настроения. Оставайтесь со мной, потому что будет выходить много интересного контента на эту тему. И не только на эту, но потому что это все-таки часть жизни, настолько огромная часть жизни. Все, желаю вам хорошего настроения. Пока. Но это не влог, это разговорное видео, по названию которого... Нет, еще раз.